ой друзья вторую часть приходится делать вам моего видео отвлеклась надолго надолго потому что прервалось то что я вам рассказывала про джона знаете по техническим причинам опять не знаю меня почему-то 15 минут видео показываю 15 минут и камера отключается ну вот приходится вот с такими трудностями бороться а так как я монтировать пока еще не научилась свои видео поэтому вот вторая часть моего видео я остановилась на том что мы встречались довольно долго с джоном и вот вы знаете здесь наверное как в томателло знаете она его за муки полюбила а он ее за сострадание к ним это вот точно был наш случай друзья знаете по-другому не скажешь потому что хотя наши вот эти вот какие-то прогулки встречи они были периодичные они были не не постоянные иногда в общем-то пропадали надолго значит он тут со своим хором тут хор вступил он вообще вы знаете настолько как-то сразу добавила я ему оптимизма он просто стал прыгать бегать скакать и в общем так скажу что он приехал он был такой довольно полноватый а потом он даже тут стал ходить на каток рядом там с его домом и он прям даже и похудел и все то есть стимул у человека появился понимаете ну и вот тут знаете он то сразу как бы влюбился в меня красавица ну вы же понимаете а я а я как-то в общем-то такой человек мягкий отзывчивый и сначала вроде как просто человек нравился вот а потом вроде как тоже так вот знаете уже стала думать как он что он а где он а чего долго не звонит и чего там вот ну и потом это вы знаете сейчас вот вспомнила опять сколько мне наверное покатится опять вот этих вот негативных отзывов но друзья как говорится и бог бы с ним я рассказываю то что есть у меня в жизни то что было я ничего не приукрашиваю не преувеличиваю и как как там я не червонец чтобы всем нравится и не доллар тем более поэтому понимаете вот рассказываем свои истории а там уж знаете каждый каждый судит как он может ну и вот долго ли коротко ли их друзья но понимаете что получилось нашими отношениями что конечно монета очень нравилось то что мы гуляем то что я получаю общем то от него столько позитива да еще и английский учу мне этого вполне было достаточно никаких там углубления отношений я не хотела но он то как раз то вот то вот хотел и на получилось так что ой 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 посмотрите это у нас верба 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 распускается верба интересно тоже кстати первый раз вижу ну вот и получилось так что он стал мне тут вечерами как-то звонить и говорит что ой как ты там что ты уже там наверное спишь под бочком у мужа а я тут один несчастный а я тут вот скучаю прямо умираю а кстати в это время получилось то что его отец колен который он был неви он всегда очень хорошо зарабатывал он неви это военный моряк как вы знаете вот и потом у него была шикарная пенсия и он когда джон вернулся естественно хоть и у колена и была своя квартира трехкомнатная вот жена умерла он там остался один но тем не менее он решил помочь своему сыну и он в том же доме ему еще купил и однушку однокомнатную ну то есть вот ван бедрум как тут называется то есть по нашему двух понимаете а я у него кстати ни разу не была там его этой новой квартире хотя мне очень хотелось и он меня приглашал вот я говорю что звонит мне и говорит что я тут один несчастный позабыт позаброшен а что ж такое а вот ты бы ко мне бы пришла бы да вот мы бы с тобой бы тут бы вот посидели ну то есть понимаете на что намеки уже а я вы знаете в принципе как вам сказать я же говорю что он мне очень нравился и ну в общем такие такая история что понимаете я не могу я я такой человек что я не могу когда у меня муж хотел меня муж на тот момент уже болел и очень сильно болел но я подумала что нет я не могу я обещала мужа я все-таки вода смотрю короче я чё-то как-то вот хи хи ха ха и к нему не приезжала конечно говорила что вот может быть там как что потом как-то у нас такой серьезный разговор опять при встрече и он мне говорит галина я так влюбился я прям не знаю почему ты ко мне не хочешь вот прийти чтобы тут такое никто бы не узнал мы бы друг друга узнали лучше мы взрослые люди я говорю джон ты знаешь вот я как-то не могу перешагнуть эту грань для меня это очень серьезно и я такой человек что если у меня муж вот тут вот как бы я с другим человеком уже вот так серьезно и не знаю в койку бросаться не буду ну и говорю что если я понимаю что так получилось но ты знал что я замужем ты знал что ждет вот наш вот этот вот а дюльтер или как тут назвать наше это знакомство оно ни к чему не приведет поэтому наверное лучше пока еще не поздно давай расстанемся а он мне сказал нет знаешь я подумал я и я решил ты настолько прекрасная замечательная женщина ты мне так нравишься что я наверное готов тебя ждать столько сколько потребуется я говорю ты уверен в этом да уверен ну как говорится никто его за язык не тянув но мне было конечно очень приятно что он согласился ждать он сказал что буду ждать сколько потребуется вот и потом однажды получилось так что мы уехали с мужем в очередной какой-то свой на две недели отпуск круиз вот и джон конечно мне сказал что пожалуйста будь на связи я буду скучать я там то 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 я говорю да да конечно и вот я помню мы едем мы поехали на ман автомобиле вот мы едем я за рулем вдруг он звонит он звонит звонит я конечно за рулем да еще муж рядом ответить не могу и в общем он обиделся получилось так что я не ответила потом что-то такое мы приехали у меня времени не было но и какое-то долгое время я ему сразу не не смс-ку не скинуть не смогла ничего и потом когда я звоню у него телефон оказался вне зоны доступа ну думаю ладно бог с ним и в общем получилось так тут господи если все это рассказывать зачем эти все вам какие-то подробности или что но то есть получилось так что когда я приехала я ему тут как обычно смс-ку я ему как обычно пытаюсь дозвониться он не отвечает потом конце концов он появился и уже совсем другим голосом совсем извинив изменившийся джоник он мне вдруг говорит галина извини но я вот был неправ фоги вми как у них тут фоги фоги я наверное не дооценил свои силы возможности но получилось так что я наверное когда говорил тебе что я буду тебя ждать я я не могу сейчас вот как бы себя только долго ждать а потом я еще говорит подумал понимаешь как я буду выглядеть перед своим отцом если вот сейчас я допустим там начну настаивать что ты жена друга моего отца и как как я буду выглядеть это будет просто подлость и мой отец меня не простит если я уведу жену у его друга и в общем я все это подумал обдумал как говорится а где были твои мозги раньше почему ты раньше этого всего не обдумал ну получилось так короче как потом он мне сказал что он просто встретил другую женщину мужчине так или иначе нужна женщина и он встретил там в своем этом оазисе в котором он работал какую-то мадам англичанку которая сразу к нему с вещами с трусами туда перешла как у меня говорила моя одна знакомая юмористка она говорила надо сразу если только нравится мужчина сразу перевозить к нему свои зубные щетки и свои трусы как говорится смешно но вот она с такими своими вот позиции с такой жизненной она замуж выходила и выходила вы знаете прямо таки выходила и выходила подряд по-моему раз пять была замужем что-то такое посмотрите друзья у этого у забора белочка белочка сейчас буду крадучись крадучись попробую ой ой спряталась красота кругом неописуемая как обычно ну вот друзья а так как я понимаете не то чтобы свои трусы перевозить не стала к джону я даже к нему и не пришла ни разу и потом даже мне вот когда я очень сильно расстраивалась что я его потеряла я на самом деле очень сильно расстраивалась что у нас прекратилось это все вот что его какая-то английская ухватистая мадам прихватила вот он был человек очень ну не то что был но он и есть он очень человек такой приятный в общении вообще очень мне нравился и когда я своим тут подругам она рассказывала что вот как я переживаю боже вы знаете я так переживала честно сказать когда он вот так мне сказал ну то есть получается что он кинул меня да ну и вот вы знаете моя знакомая одна она мне говорит надо было тебе с ним переспать тогда бы у него была какая-то ответственность и он бы тогда от тебя никуда не делся а вот видишь ты с ним не переспала ему было надо и вот с ним другая англичанка переспала и вот ты сама виновата ну я конечно переживала очень сильно потому что мало того что я Джона потеряла потом сразу случился где-то через месяц инсульт с моим мужем вот а его отец умер еще раньше наверное буквально через неделю где-то и поэтому то что он говорил что вот он будет как он будет выглядеть перед своим отцом что вот он уведет женщину его друга то получается что все бы это прекрасно бы обошлось люди уже жизнь прожили они ушли а мы бы может быть были бы счастливы вместе ну вот не получилось не получилось я не 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 не